Всем привет, с вами Саня и Мастерскай, Сами с ключами. И сегодня я хочу продемонстрировать свой пауэрбанк. Делан он на стандартной плате, заказанной на Алиэкспресс, наверное. Уже все ее видели. Но во всех видео, ну не во всех, в частности, по крайней мере, делаю пауэрбанки из батарейки крона. Что за пауэрбанк, который нельзя перезарядить? Надо обязательно, чтобы на нем была перезарядка, чтобы его можно было зарядить и снова им пользоваться. Так, давайте сразу его продемонстрирую. Вот в пауэрбанк втыкается любой потребитель на вроде телефона или котел. Вот у меня в данный момент плеер. включаем его. На нем есть красный индикатор. И все, и наш плеер начинает заряжаться. Здесь у меня красная лампочка, почему-то не видно ее. Вот так вот видно. Все, отключаем. И у нас перестает заряжаться. Точно так же заряжаются и все телефоны. Так, как же нам сделать такой пауэрбанк? Для того, чтобы сделать такой пауэрбанк, я взял обычный аккумулятор, самсунговский. Точно такой же у меня сейчас здесь стоит в пауэрбанке. У каждого абсолютно аккумулятора есть защитное реле. Реле заряда. Вот оно. Оно находится вот здесь вот под крышкой. В самом аккумуляторе вот здесь крышку отламываете. И здесь у него находится вот такое вот реле заряда. Что бы заряжать этот аккумулятор, берем любой USB шнур, обрезаем его, сейчас я найду его в фото, обрезаем его, в нем 4 конца. Суем его в блок питания и проверяем, какой же из нужных нам концов выдает нужное нам питание. Стандартное питание USB 5 вольт. Это у нас выдает черный и красный провод. Оно выдает стандартное напряжение в 5 вольт. Берете красный провод, это у нас плюс, черный провод, это у нас минус. И припаяем его напрямую к аккумулятору, к плюсу и к минусу. Не перепутайте, а то вздуете аккумулятор. Так, дальше. Стандартная плата. На ней тоже есть плюс и минус. Делайте так же. Плюс и минус отводите к плате обязательно через выключатель. Потому что есть вот этот светодиод, а для чего нужен пауэрбанк, если у вас он постоял-постоял и разрядился. Только из-за того, что на нем вот этот светодиод. Делайте через выключатель на плату. Итого у вас схема выглядит. Вот так у вас схема выглядит. Все, больше в принципе в нем ничего нет. Ток зарядки 500 мА. Этого вполне достаточно для любых телефонов. Это, конечно, не для айфона. Такая вот у меня пауэрбанк, он на 1000 мА. Его вполне достаточно для зарядки плеера. Здесь у меня второй пауэрбанк, он чуть побольше. В нем уже три аккумулятора. Друг с другом соединенные, все пущены параллельно. То есть там стандартная 3,7 В. Три аккумулятора через выключатель идут на плату. и у него уже мощность заряда уже сколько? Три тысячи с чем-то миллиампер. Ну почти четыре тысячи миллиампер. Это уже хватает на два, на две-три зарядки телефонов, даже смартфонов. Вот и все. Все, что я хотел показать, я показал. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok